Буквально вчера стартовал новый учебный год для миллионов школьников по всей стране. К сожалению, не всем родителям под силу самим подготовить к школе своих детей. Речь в первую очередь идет о многодетных семьях. Именно поэтому за несколько дней до старта образовательного года Ростовская атомная станция отправилась к ним в гости, чтобы подарить подарки, столь необходимые в это время. Подробности и благотворительные акции атомщиков в следующем видеоматериале. Этого визита семейства Ткаченко ждало с особым нетерпением. Многодетная чета попала в список из почти 160 семей Зимовниковского района, которые в этом году получат помощь от Ростовской АЭС. В подарок от атомщиков Ткаченко получили столь необходимые накануне 1 сентября вещи – констовары, игрушки и новый велосипед. Всего в этой семье пять детей. Старшие учатся в институте. Сын в этом году поступил в техникум, младшие еще дошколята. Доход семьи невелик, личного транспорта нет. А потому подаренный директором станции Андреем Сальниковым велосипед пришелся как нельзя кстати. На данный момент велосипед не очень кстати, потому что мы с мальчиком добираемся на работу на велосипеде. У меня нет автомашины, ничего. Я добираюсь вот через железную дорогу, каждое утро мы едем туда и обратно на велосипедах. Он на своем маленьком, а я на подростковом. Поэтому просто огромное спасибо начальнику атомной станции и нашей администрации за эти подарки. Этот проект не нов для атомщиков. Только в 2013 году на реализацию благотворительных акций под эгидой Ростовская АЭС направлено порядка 12 миллионов рублей. Причем Ростовская АЭС помогает не только территориям, на которых она расположена, но и соседям. И яркий тому пример – акция, которая прошла в Зимовниковском районе. Мы сегодня помогли 156 благодаря помощи атомной станции. Благодаря Андрею Александровичу я низко кланяюсь, а правда очень рад, что Зимовниковский район попал в поле зрения атомной станции. Спасибо большое. Я надеюсь, что это сотрудничество будет продолжаться. Подобный визит – это не только помощь материальная. Это возможность пообщаться напрямую с руководством станции. Кстати, именно по совету директора АЭС Андрея Сальникова старший сын Каченко планирует продолжить свое образование в техникуме Витине Яумифи, чтобы затем поступить в институт и спустя некоторое время прийти работать на станцию уже в роли ее сотрудника. Люди, которые сильные, и предприятия, которые сильные, а мы считаем себя сильными людьми атомной станции и сильным предприятием, я думаю, что это так естественно – помогать слабым и подтягивать их там, может неправильное слово, до сильных. Если не мы поможем, то кто? И это не последняя благотворительная акция, инициатором которой выступила ростовская АЭС. Впереди запланировано еще много шагов на встречу нуждающимся, а позади остались те мгновения, которые принесли радость людям и сделали их счастливее. Артем Бегоцкий, Иван Иванков, Евгений Иванков. Новости ВТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова